всем привет дорогие друзья привет из крыма у нас сейчас 7 утра ваня еще спит десятом сном но многие уже не многие несколько человек уже самых отважных проснулись и уже купаются и у меня всегда с утра такая была идея знаете прям просыпаешься и в море сейчас такая красивая солнечная дорожка в общем сейчас возьму очки возьму камеру хочу немножечко здесь плавать вам поснимать у нас вот такая вот смотрите сейчас обстановочка небо чистенькая практически и вот видите уже несколько людей загорают и кто-то даже вон там делает заплыв уже сделал заплыв вот я сейчас хочу пойти протестировать водичку ваня пусть пока у меня спит рыбаки как всегда с лодками вдалеке облачка и на улице уже очень-очень жарко жизнь хороша и жить хорошо пойдемте искупаемся в общем поплавала минут двадцать ребята такой кайф с утра вы даже себе представить не можете вода вот она прохладно только первые там 10 секунд потом ты плывешь и просто вообще изумительно мы вчера когда были на массандровском пляже там столько медуз было здесь ни одной медузы нет сейчас я вам хочу показать смотрите какой чистейший чистейший море ни одной медузы вот вообще прям ни одной медузы нет и вот мне кто пишет вот вы туда забрались лучше бы вы там поехали туда-сюда это мой отдых и мне здесь очень нравится мы вчера побывали вот в ялте на двух пляжах массандровский приморский но массандровский еще более-менее как бы людей было не настолько много а приморский все сидят один на одном но я думаю что это видео будет позже вы все это увидеть и зачем же мне такой отдых нужен один на одном я так не люблю это вообще не для меня может быть кому-то нужна такая движуха когда вы сидите рядом с вами через десять сантиметров сидит другой человек и вещи не оставишь если там вдвоем идти купаться потому что там только и смотри чтобы ничего не унесли и даже не в этом дело то есть очень очень большое количество людей это не для меня не для меня для меня вот вот когда свободное море людей никого нет ну там мало людей то есть как бы на один квадратный метр да там есть но они знаете они же как свои как родные вот выходишь здоровые что там со всеми вот то есть вот это вот для меня самый настоящий отдых такой кайфовый и другого мне не надо если ну кому-то нравится вот просто такие вот большие общественные пляжи то ради бога там с развлечениями и иване поверьте тоже такие развлечения не нужны ему тоже нравится где вот так вот я вчера говорила не хорошо что домой вернулись да мам как здесь хорошо я готова там погуляли знаете такие в народе такая жизнь кипит сюда приехали тишина спокойствие красота сейчас пойдем на завтрак ваню у меня с утра завис ваню разбудила и он у меня за слушайте по поводу видео знаете вот вставишь какой-нибудь момент кусочек 10 секунд и раз с утра те видео заблокировано а я но столько нужно вот это делать по времени где-то часа два то есть и так пораньше стоит чтобы выложить и вот получается что сейчас это либо мы сейчас если если он сейчас течение часа пока мы будем завтракать не сделается то вы уже видео увидите только к вечеру потому что мы разумеется сейчас уйдем и в номере сидеть не будем вот это вот обидно из-за этой музыки прям хоть вообще не вставляю а хочется все таки встаем ван встаем а хочется все таки примете я уже все вот сделала все прогрузилась и все жалобы на нарушение там 10 секунд музыки там елки-палки как бы я уже знаю обычно какая музыка там не проходит и это вроде бы раньше проходила сейчас все меньше и меньше музыки остается пошли иван войну хватит прикидываться вот люди посмотрят скажут вот так этот кепки парь берешь кипарь бери что наше утро всегда традиционно начинается с завтрака и море завтрак сегодня вот такой пшеная каша мы забыли кстати приборы взять котлетка какая-то омлет и капуста вани 6 тоже попробуют котлету давай ну что операция и начинается у нас сейчас попробуем пройти вот здесь вот пляжиками сейчас вам покажу там очень запутанная ситуация но это все какая-то вот частная зона но кстати вот кто говорит что магазинов нет магазины здесь есть просто они ну как бы маленькие и там небольшой ассортимент но тем не менее они есть и ну вот все необходимое там вода какие-то минимальный набор продуктов есть фрукты как видите тоже есть даже уже появились арбузы смотрю арбузы 80 рублей килограмм можно уже арбуз попробовать купить рыбка продается то есть как бы сказать что здесь прям вот совсем ты оторвана от мира и вообще ничего нет такого нет то есть мелкие какие-то точки есть но вот это вот мы сейчас уже входим как это ленка оператив ждал никто в общем это у них но это вот но я так поняла что знаете как это место как санта барбара его здесь сено в народе мне это как же вы говорите утес когда это не утес но это поселок утес официально но место вот у них как это санта барбара это вот как кооператив то есть они здесь все платят вот одинаково за вот эту всю территорию припляжную и поэтому нам сказал хозяин что выгод в принципе можете пойти на любой пляж и вас никто не прогонит потому что мы все одинаково за все платим но единственное что допустим там лежаками вы здесь уже не можете пользоваться то что это лежаки чьи-то но вот раскинуть полотенце ради бога это вы можете этот мы подошли к парадизу и сейчас вот здесь вот начнут продайся и сейчас начнутся здесь кстати может быть узнать сколько стоит ну ладно то они сейчас может не захотят сниматься парадиз чудо или что-то или праздник или что-то такое так подождите а нам же через пляж надо что-то пошли рай рай да так вот мы сейчас здесь по ступенчикам то есть как бы здесь вот видите мы всю купору подошли но мы сейчас будем пробираться будем пробираться направо-направо правильно идем направо здесь до маленький перешей вот здесь сейчас есть дырка большая и в эту дырку здесь вот такая вот есть дырочка сейчас нужно всем нагнуться в эту дырочку пролезть значит пришли здесь какой-то видимо старый бассейн очень ветер дует ничего слышать не будете и вот здесь какое-то такое место видимо бывший причал причал 167 здесь катера проходим здесь казалось бы тупик да написано бар ресторан но это не тупик то есть мы сейчас вот здесь вот коридорчиком этим пройдем и выйдем следующее у нас будет дальше препятствие шли с вами к утесу вот и в этот утес вот как мы сейчас можем допустим пробраться вот здесь вот есть вероятность почему наглую попробуем попробуем сейчас вот здесь вот через морюшку сейчас вам покажу также здесь тоже вот считайте шезлонги и вот здесь камень и сушки на море наверно глубоковато здесь к сожалению попытка наша оказалась неудачный сказали что даже там общем за день все равно нас туда не пустят хотя казалось бы вот она рядом по морю можно пройти вот не спрашивает утес вот он утес считаете вот отделяет вот такая маленькая ступенька но если мы сейчас все активно с этой ступеньки будем прыгать спирса нас конечно же засекут но здесь вот смотрите какой заход хороший и лестницы и плиты но уже очень много смотрящих а так это смотрящий дядька и был он бейджик нацепил я его там повстречала как нам пройти никак никак не пройдете на пляж вас не пустят все не не за деньги не без денег ну ладно идем идем на свой пляж пришли в итоге на наш пляж на один из наших здесь три пляжика ну вот здесь как бы людей немного баня вчера купила такие тапочки 300 рублей стоили в ялте сейчас я тебе подвяжу завязки и муж с на рукавниками идти плавать ваня в общем вошел в свою стезю теперь бросать камни это самое большое развлечение в общем сегодня такая уникальная погода небо так вот немножко затянуто облаками все нет такой знаете ваня купили змею ваня показать змею я смотрю ванька сдружился с ромкой ромка на год постарше один в один одни и те же увлечения я смотрю мальчики данная думаю может быть мой такой вот мне там тоже все пишут вот у вас там ваня то у вас там все один в один на пляже поиграться бутылку достать в бутылку камешки набросать потом эту бутылку побросать откуда-нибудь утопить куда-нибудь вот такую вот эту змею взять побросать ее куда-нибудь вдаль понимаете они даже не сговариваясь они это делают одновременно даже не то что там друг на друга смотрят то есть это вот видимо большинство мальчишек свойственно может быть те кто там каких-то супер интеллигентных семьях растут у них как-то что-то по-другому ну вот у нас вот так у всех одинаково вот купались сейчас как всегда у нас обед поэтому идем кушать как всегда с видом на море пришли на обед ты не хочешь пойти руки сполоснуть кстати ванить руки сполосни сперва ты потом я схожу что вот такие вот сегодня виды на улице еще раз говорю тепло так и так что у нас здесь есть вот такое вот у нас на сегодня меню но сейчас подожди сперва я выберу сперва женщина потом мужчина куриное филе гриль без троганов да конечно с какого-то перепугу то уже не маленький борщ солянка прямо меню уже такое полноценное окунь видите у нас нашли развлечения смотрите внизу здесь стоит бассейн с водой наполненный у вани есть змея и у рома и змея давай ваня отвечать и мячик будешь бросать ну давайте ух ты затревали у тебя не с первого раза но получилось представляете сколько развлечений можно найти детям на море а самое главное хочу сказать что во первых они не сидят на месте они не смотрят планшет они не сидят в телефонах ваня вот давай не с горки а они двигаются развлекаются бегают дышат морским воздухом вот это самое главное так куда воду пошел туда ваня чая с нас ты у тебя уже есть сердце же а еще десерты слушайте ну вот сегодня моя еда сейчас ванька поделюсь рыбкой вот такие вот тушеные овощи свои права не опять напишем картофель фри но сегодня сам выбирал себе картошку фри но здесь они сами жарят картошку ты не замороженная картошка они сами ее чистят или заморожены мне кажется они сами и делают здесь потому что здесь готовят прям реально ну то есть как бы мы сидели долго ждали и вот такая вот барабуля сейчас вместе с вами попробуем барабуля кстати еще не пробовала у них ставрида закончилась сейчас попробуем что из себя представляет барабуля что это знаете такая рыбка как это как семечки я вам больше скажу когда я сегодня плавала пустим с очками со своими я проплывала в этой рыбке и она плавала в море в общем вы знаете я как-то думала что у меня этот отпуск будет релакс что я буду лежать никуда не выходить и чисто релаксировать но к сожалению видимо может быть у меня характер такой я не знаю но вот пока что мы еще вот так вот не релаксировали и не лежали то есть мы постоянно в движении в каком-то то первый день у нас был парка и азовская набережная то есть мы целый день где-то были вчера мы были в ялте целый день сегодня тоже мы где-то в движении между пляжами нашими разнообразными и плюс сейчас у нас уже вот половина 5 и мы собрались в долину привидений долину привидений здесь есть такое место она находится в горах мы сегодня уже накупались по полной программе и сейчас собираемся туда съездить в общем полчаса дали себе перед их переодеться собраться потому что я не знаю может быть там как-то прохладнее будет взяли с собой какие-то теплые вещи ну и давайте посмотрим что же из себя представляет вот это вот долина привидений сейчас точно также вызовем такси посмотрим сколько это все будет стоить все 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 вам расскажу так напишите интересно вам цены вот говорите вам всегда допустим сколько у нас ушло в день денег там допустим на обеды ужины но чтобы приблизительно понимать какие траты допустим вот обед сегодня обошелся в 1800 на двоих 1800 но можно взять комплексный обед который стоит чтобы не по моему 400 рублей но в комплексный обед там входит вот суп маленькая тарелочка я вам показывала до этого баня сегодня хотел что-то новенькое тоже хотела рыбу на что меня на прошлый раз очень понравилось но вот как-то знаете через день нужно варьировать через день ну и на ужин мы купили вот сейчас зашли на рынок помидоры там яйца сосиски то есть как бы ужинать мы уже не будем ну а так вот за весь день сегодня траты пока что на вот этот вот момент это вода мы покупали от помидоры но где-то вот 2 300 но помимо помидоров там еще купили шоколадку в общем вот где-то так мы посмотрим сколько у нас получится вместе с долиной привидений вот мы едем через алушту проезжаем долину привидения нам нужно заехать банкомат потому что деньги у нас там вообще нигде не снимешь эти карточки неохотно везде но не то что неохотно нет терминалов во многих магазинах терминалов нет смотрите кто спрашивал про снятие денег сбербанка здесь нет ясное дело есть вот этот вот такие вот рнк банкомат ну соответственно снимать будете с процентами сейчас я у лены спрошу какой процент и есть россия в россии вроде как поменьше процент но россии меньше банкоматов в основном вот такие вот запомните рынка банкомат если кому-то нужно будет снимать деньги поэтому лучше снимать когда вы едете сюда все-таки сбербанке ехать с наличкой ну либо надеяться на то что есть карты кто кто принимает карты чем дорогие друзья приехали мы сейчас на машине делу я не знаю как он поднялся дорога здесь это жуть это вот так вот вверх 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 она вся разбита вся раздолбанная но сюда приезжаешь вид здесь конечно такой красивый но нам надо куда то слушайте я чтоб поняла что нам туда куда подниматься что ли надо или как не 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 там был проход то надо проходить там это мы просто идем посмотреть здесь написано смотровая площадка вот это смотровая площадка или чуть дальше такая вот смотрите здесь панорама открывается вон там внизу я так понимаю что находится находится а вот здесь вот смотрите вот эти вот камни их видно вообще вам или не видно вот эти камни они все имеют разные очертания они смотрите причем зависимости от света меняют они я так понимаю что свою форму ну как бы каждый видит уже по-своему вот поэтому вот это место и называется долина привидений что вот камни имеют такую форму которая напоминает там разные фигуры человеческие не только человеческие где-то тут написано что и фигура сфинкса прям такая же как в египте в общем вот так вот таким вот образом все это выглядит как будто бы вы находитесь в облаке до слушайте но я так поняла что нам туда забираться что ли или что ну пойдемте хочу приблизить какой-нибудь камень в общем такси сюда в одну сторону от нас нам обошлось 800 800 рублей такси стоило и вот советую сюда почему-то приезжать именно вечером смотреть что на закате совершенно другой вид сейчас попробуем забраться туда повыше шли до лошадей здесь с этим можно в гору подняться на лошадях стоимость от полутора до трех тысяч подъем ну это если вы умеете кататься на лошадях по прохладнее по прохладнее здесь да это же гора ну мы его там еще выходит кони боишься почему мы специально сюда ехали ехали чтобы отсюда пойти куда не знаю так вот она и есть долина привидений вот эта гора называется димирджи наконец-то я запомнила как она называется и вот эти вот камни причудливой формы но в городом она точно не полезем вот он лошадка смотрите как пасется они здесь на выгуле лошадки худенькие дай или они такие должны быть что ты боишься лошадки боишься ну здесь лошадки идут и у них процесс процесс непрерывный у них везде кругом туалет рекламе зема есть вот реально я смотрю смотрите крайне вот она похожа да на сфинкса прям реально а это вот все природа ведь сделала и вот в этих камнях каждый видит свое похоже какие-то машины еще умудряются ездить здесь только знаете на каких надо либо на джипах либо либо на него на него тоже можно то что у него высокий клиренс или наши гули но не ну кстати мне кажется жигули в принципе тоже могут в общем здесь на на порше нельзя и на феррари нельзя нельзя вот эта вот штука сейчас очень полезная отмахиваться тихо дураской точно не говори мух здесь очень много дорога такая переменчивая вот мы сейчас шли все солнце было сейчас прошли вот две минутки буквально и в облака все все эти вот эти вот камни но мы идем собственно говоря да мы догоним жиром никто не знает как вот только я не догоню потому что немножко нога болит куда идти но он там чуть люди стоят фотографируют может там тоже смотровая какая-то дальше ну вот здесь мы сейчас зайдем посмотрим видите гора ди ди мер джи ди мер джи ухты осторожно клещи клещи это плохо что ж что ж здесь кошки то интересны но мы не пойдем где природа где клей клещи все в обуви идут а может вот этот камень это вот этот похож камень на этот когда вы с порклатовым звание ходили вокруг него а ну вокруг на на него забраться то как чтобы танцевать это а вот го дошли мы с вами до этого камня и сюда есть лестница сейчас поднимемся смотрите а это орех грецкий это орех такой грецкий большой кто видел как растут грецкие орехи вот такого дерева это грецкие орехи вот так вот выглядит ну что давайте на камень полезли кто хочет где на камне я думаю никого нет на камне точно нет они они на деревьях и я сейчас с вами туда залезу ну вот так вот смотрите забрались мы на этот камень а может нам может нам тоже здесь танцевать как вы считаете как танцевала да ну как вот такие танцы такие танцы вот да вот так таблички нет будет мы будем считать что это камень в орлей давай баня не подходи к концу концу не подходи ты чё делаешь то все по посмотрели надо спускаться надо сфотографироваться здесь и спускаться мы смеем мы на камень залезли залезли быстро слезали долго момент надо было снимать рома молодец он он быстрее всех забрался из лес по своему индивидуальному методу мы искали со стороны но вообще хочу сказать что здесь очень-очень свежий воздух горный именно горный такой воздух прям ощущается такая прохлада в общем вот такие вот мы путешественники не скалолазы к сожалению поэтому ну посмотри господи кошка то ну внезапно ну это же долина привидений здесь не кричать нужно бояться все и теперь мы идем здесь по тропам нахаживать километры идти тут вниз сказала машина за нами ни за что не поедет больше никакая не нужно идти вниз к остановке потому что дорога вся полностью разбита это знаете кому машина не жалко там на каких-нибудь старых жигулях или еще на чем можно проехать но вид красивый в принципе как было конечно можно и со стороны посмотреть может быть стоило бы туда забраться но с детьми сомнительное удовольствие поехали сейчас домой потихонечку на самой скале на окраине растет дерево вы представляете то есть там фактически земли то нет это скала и растет вот такое вот дерево притаилась издалека смотрите как смотрится назад мы возвращаемся смотрите дороге вот такие вот мы по таким дорогам представляете поднимались наверх но что меня больше всего в этих дорогах удивляет при не в дорогах а то что рядом с дорогой вот здесь вот на горе находится жилой сектор и здесь вот живут люди своим то есть это очень далеко от чего-либо и вот я удивляюсь как ну понятно что здесь конечно очень очень классный воздух у них конечно здесь свое хозяйство розы умопомрачительные растут ой камушки какие-то у меня забились ну а мы сейчас вот вот по такой дороге писать водитель наверх поднимался он сказал что раз бы он не поехал в гору в такую подниматься вот смотрите она тем более отвесная вот такая туда гора не туда и не сюда слушайте а у них еще походу и воды нет я смотрю в ванну вон какие-то эти шланги провода тянутся но мы как-то были на какой-то горе и они сказали что у них вода привозная причем там все цвело и клубника ну вот в крыму мы были где-то проезжали вот когда симферополя ехали вот и я не представляю привозная вода управлять у нас колодца не хватает воды а здесь это привозная но здесь там уж конечно она и есть и не знаю что у них такие автопали вот они с 3 розы тоже какие о смотрите какие облака дети впереди посмотрите как вата такие мы где-то на этом уровне идем ощущение что мы это в деревне в такой лету к петухов не хватает ку-ка реку котейка собак здесь много в общем в итоге спустились мы с этой горы находимся мы сейчас в селе лучистом до самая большая проблема в том что здесь очень много бродячих собак нас нас не съели но тем не менее сейчас у них прям такая грязня была испугались мы все причем они такие прям огромные какие-то дворовые собаки но как не удивительно здесь есть вот такой вот рай для детишек типа что-то футбольного поля наверно да было раньше я так думаю футбольное поле почему раньше мне то что еще сидят вон по одеваю вот у старые дети нашли себе тут ну да кстати даже здесь современная это детская площадка стоит которые у нас стоят вот это вот старенькая вон там современная детская площадка в общем и пытались мы отсюда вызвать такси и никто не отвечал нам по такси в общем но сейчас вроде перезвонили что должны приехать а то я уже думал горе господи стоим непонятно где как отсюда возвращаться но тем не менее положительные до впечатления сходили прогулялись по крайней мере как как-то одну что-то новенькое такое для себя открыли но вот так вот ехать с экскурсией бунода вот это мы приехали своим ходом а с экскурсией я даже не знаю но может быть на экскурсии очень интересно рассказывать там про камни или еще как-то не знаю кто был кстати с экскурсии если кто-то был напишите понравилось вам или нет вот здесь хотела показать вот видите вот это вот сильно большая такая и вот они здесь такая драка была общем мы бегом бегом от него господа вернулись в родные пенаты опять вздохнули вдохнули полной грудью потому что прохладненько у нас какой-то катер к нам смотрите при котел раньше не было сейчас катер катер стоит мама вообще-то пусть катер он уже туда нет красивый катер красивый вот мне кажется не 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 мне кажется он стоит все что где он плывет ну да говорят что ходит но мы по привычке плывет что сегодня взяли вот такое вот какое-то мой винсо попробовать быть в крыму и не попить вина это я считаю что преступление это полусухое шарляны инкерман написано что здесь есть нотки зеленого яблока и чего там еще зеленого яблока и экзотических фруктов ну давайте попробуем так но за ваш отпуск и за наш отпуск чтобы у всех все было хорошо ну честно зеленое яблоко я здесь не чувствую и вот винограда виноград и все такой кисленький виноград ну как бы она сухое вино она и понятно что сухое вино но за ваше здоровье на ужин у нас варенички с картошкой так соскучаясь по вареникам а у вани пельмешки вань дай попробую здесь местные пельмешки расскажи пожалуйста впечатления вкусные невкусные ваня не любят со сметаны ну ладно бог с ним сметану отставляем сторону ничего не ел вообще и сейчас вот единственное это вот это вот знаете как маяк вот это вот сейчас так едим но здесь вкусные они 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 же наверно сами здесь скорее всего лепят пельмени вкусные ну слава богу отлично но с говядиной они он не не привык мы если но как мы если делаем то говядина свинина в равных пропорциях не знаю ценю я вообще терпеть в общем дорогие друзья вот такого видео у меня получилось сейчас видео выходит с небольшой задержкой потому что ну реально не успеваю я здесь монтировать потому что хочется вечером и посидеть и вот до 10 часов там мы сидим потом прийти в номер монтировать это как бы тоже занимает время и вот до этого мы были все в разъездах то приведение вот это вот долина то потом его что ездили то ходили там еще куда-то то есть как бы вот так вот на месте не сидишь сегодня за счет того что на море небольшой ну как небольшой 6 м кадры ставлю большой шторм но это потом у вас будет уже позже в общем на этом это видео заканчивается не могу с вами не попрощаться как всегда всем здоровья удачи позитива тем кто пишут мне что сейчас к сожалению болеют находится в больнице желаю вам скорейшего выздоровления побыстрее поехать куда-нибудь в отпуск отдохнуть хоть на несколько дней но по крайней мере увидеть море или что вы любите чтобы все у вас было хорошо потому что самое главное в этом мире в этой жизни здоровья и чтобы были с вами рядом ваши близкие люди ну а мы с вами обязательно очень скоро увидимся вновь пока пока убегая от снов и от прожитых лет все равно ты себе не изменишь и от жизни возьмешь только то что ты тебе даст господь и не больше не меньше а гляни за собой сколько в жизни сплелось сколько судеб к тебе прикоснулась пусть пол жизни прошло как у всех на авось и удача другим улыбнулась поговорим за жизнь без трёпа без пустого есть повод у друзей честное слово